друзья всем привет давно не виделись с вами виталий карпенко и рыбалка на канале wildcarp давненько не был на рыбалке можно сказать практически месяц не удавалось никак выехать плюс такая жара невыносимая стоит тух капец все рыбники озера занятые нормальные на речку выехать на 2-3 дня потратить на рыбалку на это меня времени не было сегодня выехал на суточную рыбалку на такое неплохое озеро место у меня номер 7 семерочка счастливое число как и пятерочка в общем сегодня попробуем здесь порыбачить погода сегодня немножко как бы не менее не такая жаркая как обычно 27 обещают какой-то с утра даже был дождик поморосил и такой ветерочек есть ветерок прям в нашу сторону меня здесь такая заводишь и видите с правой стороны камыш и слевой не знаю загонит нам сюда ветерок рыбу или нет ну будем бросать по бровке двух как бы таких полуостровков может на входе сюда ну и программу мою прикормочную сегодня сейчас буду все рассказывать будем расставляться так что друзья мы опять с вами на связи и давайте начинать нашу рыбалку друзья жарковато спрятался немного под зонтик пока все разложил даже 20 7 наверное сейчас это такое ощущение как будто 35 хорошо хоть ветерок подувает моем рыболовном арсенале появились две таких новых катушки это шимана ультегра шпуля 14000 xr и кстати не в общем такая довольно неплохая катушечка не сказать бы что она там вообще такая махина может как вам кажется на экране я бы сказал просто с ладошечку но такая классная удобная маленькая 535 грамм веса в ней намотал я сюда леску 031 и наконец дал шок лидер сегодня будем испытывать тестировать вообще хотелось эти катушки ну и наконец-то их приобрел класс вообще такая плавный здесь и ход и пол оборота трещотка уже работает хоп не работает пол обороте к трещотка четко много здесь разных систем торможение скольжение сегодня будем пробовать так что мы сейчас переходим про грамме прикорма так ребят я уже приготовил ингредиенты для корма в общем сегодня программа у меня кормовая чисто стик просто делаем стик забрасываем и делом максимально привлекательный стик привлекательными вкусовыми какими-то запахами и и тому подобное в общем сейчас все это будем мешать в кучу сверх естественного такого чего-то для стиков особо применять не буду ну и кое-что для себя попробую в принципе новое с таких ингредиентов может еще не делал и в общем сейчас покажу ингредиенты все смешаем лоточки делаем стики и наконец-то будем забрасывать так для стика у меня сегодня буду использовать это конопля семена конопли купленные сырыми поджаренные и пахнут как обычные подсолнуха семечки поджаренные и перемолотые здесь у меня тигровый орех варенный с кукурузой перемолотый здесь у меня будет галибуд есть четверка и шестерка размер фракция жирный пелес здесь манго персик такой двухмиллиметровый и кусочек халвы сейчас ванильная потру туда же ко всему к этому вот получается раз два три 4 5 ингредиентов будет для первого стика дальше может просто сделать без этих ингредиентов может просто еще бойлики по крушу попробую чисто с пелесами бойлами по насадкам буду использовать какой-то полуночный апельсин здесь клубника а здесь пылик клубника вот наверно пылик сделаю с подсадкой по папчик а здесь будет просто пап в общем сейчас вот это все делаем мешаем и будем забрасывать смотри какая красота окошко такое классное вся волна просто в мою вот эту заводь такую может нам рыбу сюда и принесет так открываем вот точек какой-то меня есть не будем сейчас все сюда сыпать я пока понемножку все но такие бумажные мисочки насыпал показал вам чисто сейчас еще по добавляю всего смотрите какая халва самбо ел может кусочек и отщипну сейчас и себе итак вот такая красота у нас получилось все перемешал все такое меленькое и сейчас будем загружать буду делать такие добротные друзья стеки как пахнет халва пахнет семена конопли пахнет халва даст слепится этому всему хорошо так сколько это три было 4 делаю такие хорошие стеки не маленькие сильно прессовать не буду чтобы она как можно быстрее распадалась они было в куче очень долго так лично такая вот конфетка ой как пахнет друзья я думаю рыбе должно понравиться взял чуть дальше получился вот так вот растянется сейчас делаю вторую и наживочки и забрасывать два стика готовых для заброса так как и говорил здесь сделал пыли клубника с подсадкой папа 10 номера здесь полуночный ананас 10 номера поп-пап идем к удочкам и все это бросать так ребятки забросы сделаны лучшим ждем поклевок а я сегодня на рыбалку приехал с пивом не обессудьте но жара хочется иногда холодненько да еще чешского пива это капец на рыбалке такую жару просто самое то так что ждем поклевок и как тока сразу вместе достаем на левое удилище прошло на минут 15 заброса уже поклевка было и принципе какая неплохая по леске вижу что влево ушла смотрите вот такое паровозе присутствует короче буду доставать кто-то есть вау такой кто-то неплохой ничего себе вот вами стик друзья быстрая поклевка рыба чувствуется неплохая я пока в машину сходил глоток пива сделал пошел в машину хотел взять поесть его нибудь и пожалуйста и она походу уже клевала я подошел было в натяжку свинер ну как ты сомневался друзья хорошая рыба чувствуется неплохо где-то здесь сидит друг не особо подыматься хочет у кабаноз зеркальный небольшой такой уже прям ну неплохой первый быстрый карп друзья давай давай заходи есть посмотрим на засечку друзья сейчас засечка хороший смотрите как крючочек легко вылазит хоп и вылез потому что безбородки ну за бок держался неплохо я бы сказал вообще еще бы чуть-чуть натяжку не давал бы мог бы сойти крючок вылетает безбородки очень очень быстро один плюс то что они зашу не цепля не не цепляется не за подсак с губы легко вытягивается рыбы так тихо 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 споку хай на может это сейчас поплывешь успокойся нет этими плавниками подрали мне уже весь подсак 1 вот такой карпик зеркалыш кожаный зеркальный лызой как их только уже не называют этих карпов подошел и как всегда они хотят не позировать не дадут нормально в общем первый как карп пойман лучшим ингредиентами для стика я довольны быстрая поклевка быстрый отзыв рыбы в общем быстрый сигнал при корма сработал так что ловим дальше это только начал пускаем кожаного кожаного сейчас пойдет давай и намочил а хорош поклевка и на правое удилище здесь что-то паста натягает наверно сидит кто-то и никак не по я думаю здесь лечь нужно давайте пробовать доставать посмотрим что и здесь а потом две удочки перезабросим ну да кто то есть я думаю здесь лечь сидит и он тоже было принципе наверное третья поклевка или 4 пики такие и как-то я сомневаюсь ну нужно доставать друзья это лень а красавчик смотрите друзья и он там пикал сидел потихоньку крючком зацепился вот так вот за бочинку видите как легко на пылик пришел небольшой но прикольно смотрите какой класс лень вот такой чудесный классный лень неплохой такой по размеру так что отпускаем и этого разведчика и ловим дальше ух и скользкий но не сопливый сделал новые стики вот таким методом я их сейчас смонтирую до монтажа вот так вот видите узелочек перевернул раз все все четенько держится ничего никуда не денется это левое удилище с тем же шпалу нужным апельсином сейчас делаю на правой оставил там еще не доплавился так сказать пылик с клубникой по папам и забрасывают ты какой резвый только перед берегом как сражаюсь я мое и ушел друзья вот вам и крючки безбородки нажали обидный сход как я говорил крючки безбородки ножа но вот вами результат бывает когда натяжку не держишь в принципе в конце он очень сильно какой сопротивлялся ну где-то может уже то есть крутился вертелся и крючочек как-то сместился куда-то и жало не цепляет это просто согнутая проволока каленая то есть она как въелась так и выелась но ничего мы делаем кстати крючок восьмого номера и насадка с пыликом поп-ап клубника папа папчик еще пахнет я его сейчас я ставлю а пылик еще одна живлю ну и в общем то же самое все оставляю делаю новый стик и новый заброс я думаю мне так кажется что этот карпик был немножко побольше первого ну и такой по сопротивляемый хорошо уже в конце так вообще не с воды вылазить не хотел и боролся достойно достойно и ушел он смог выбрать свою борьбу со мной красавчик ребят сделал насадку с той же самой наживкой и тот же самый с теми же ингредиентами стик то есть принципе менять ничего не буду насадка пылик клубника и в тандеме с папа вам рабочая клюнул и лень и неплохой карп 2 насадка с полуночный апельсин стоит тоже на нее был результат поэтому сегодня уже выдумывать ничего не буду буду ловить только на эти насадки и тот же самый стик результат есть поклевки есть зачем еще изобретать велосипед если на сегодня я его уже изобретал так что забрасывается и ждем поклевок ребят делал две перенаживки одну со стиком как и делал клубника пылик и клубника попав 10 с подсадкой здесь был полуночный апельсин я поменял тот же самый пылик как и клубника 14 миллиметра и 12 миллиметра только это ананас ананас пылик 14 миллиметра и попав 12 миллиметра в общем сейчас сделал такой на вечерний забросик сейчас уже 18-15 сейчас забрасываем друзья сейчас буду перезабрасывать тогда когда вам показал что стики готовы все готово не забросился немножко прибрался здесь приготовил в машине свои свое спальное место постелила такой надувной карематик такой не толстый но уже будет не твердо подушечка расстелил такой спальник одеяло легенький но в общем когда на сутки еду в принципе палатку не беру как-то в машине можно перекантоваться сейчас сделаю забросы и ждем поклевки это уже вечерний заброс друзья саре где поклевка просто такой паровозе вот эта красота даже просто слышать уху-ху-ху-ху рыбинский уже у нас ушел далековато теперь будет трудно тянуть потому что уже точно дерево может уйти в камыш у ее даже стоит рыбка гулять даже он видно по тем берегам просто выходы такие конкретные монстров ну а нам как всегда нужно снять паровоз друзья поэтому пока снимешь его получается что рыба куда-то может далеко свалить вот так и есть ценные видеокадры превыше всего но ничего как-то я думаю справлюсь ой катушки конечно радует друзья вообще капец какой ход у них планы какой 100 кстати у меня до этого было r-lex и 10 тысяч ки них 115 метр пятнадцать вымотка за один оборот здесь 103 не знаю почему так но я по крайней мере на хани технолог этого всего но вроде как шпуля 14000 к здесь должна бы выматывать значит ход какой-то меньше у них чем у r-lex а так так рыба заходит на левую удочку я переживался он войдет за корягу с правой стороны заходит на левую удочку кто здесь такой паровозил такой прям конкретно такой тупки знаете друзья маленькие обойки короче вот есть 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 и красавчик мы его прям на бережке отцепим и отпустим клубничкам сегодня нравится клубничка нравится с пыликом вообще такой небольшой килограмма 4 так это крючок плохо круто он так хорошо зацепился шо в принципе даже крючок безбородки очень хорошо держит так смотрите такой небольшой карпик и так вот круто сошел сразу вся вечерний карп карп пойман смотрите вы паровоз вечерний только перезабросил прошло двадцать пятнадцать минут я не знаю просто капец какой-то просто монстр там разрывается и хочет сказать что он просто самый крутой давайте его поймаем сейчас буду смотреть кто это такой дерзкий у рыба чувствуется вот он вечерний хороший зеркальный карпуш но хоть бы не упустить вот такой кувыркай за прошло тоже кувыркался выплюнул в конце крючок такой тоже был давайте по морю трещо . приятно слышать вообще хочу дойти чуть-чуть еще потянем за деревцо не дам ой такой хорош друзья и что самое главное работает клубника пылик либо же просто поп-ап ну работает клубника сейчас поставила на нас там ни фига ну красавчик давай хватит друзья у нас наконец-то пацаки крючок физна и доведе ну прям во рту у ху ху кабан вот это кабанчик это даже известить хочется по мере смотрите их не осталось ничего вообще не думал это наживка не не все пустой крючок крючок восьмерочка вечерний трофейный карп хух такой хороший вообще и это все на стике покажу вам этого карта скользкий это же лысый то ли код то ли кожаный то ли лысых их уже не поймешь какие ладно успокойся дай подержу да и отпущусь друзья всем доброе утро ночь прошла хорошо я поспал хотя один сомик такой килограмм полтора разбудил меня один раз ну чем его достал отпустил и лег спать уже не снимал ничего не показывал потому что как обычно только задремаешь бывает такое и тут поклевка не особо не хочется уже не хочешь за быстрее дождать рыбу отпустить и лечь в общем на этом прекрасном утре буду завершать свою рыбалку нужно успеть еще на работу хотя как говорят работа не волк в лес не убежит но все-таки нужно поэтому все кто рыбачил со мной всем огромное спасибо если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь нажимайте на колокольчик и берите на заметочку конечно ингредиенты для стика хорошо отработали вообще мне понравилось кое-что тоже новое для себя проэкспериментировал в общем остаемся с вами на связи до новых рыбалок всем не хвоста не чешуи на рыбалках всем пока с вами был виталий карпенко пока